В Чувашии полным ходом идет работа над посланием главы республики на 2018 год. Одновременно анализируется и выполнение прошлогоднего документа. Что было в послании 2017 и как это отразилось на деятельности различных сфер в нашем сюжете. В прошлом году Чувашия стала одной из пилотных площадок для реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. На его реализацию было выделено 260 миллионов рублей. Еще 50 миллионов вложил республиканский бюджет. Комфортная среда пришла в 9 муниципалитетов. Работы, которые предусмотрены по этому году, должны выполнить. И самое главное следить за качеством выполняемых работ. Это очень важно. В проект на тот год включили 70 дворов и 14 общественных площадок, скверов и парков. Весной прошли общественные обсуждения, в конце лета начались ремонтные работы. А в ноябре специальные комиссии устраивали приемку. Полностью покрытие асфальтовое, полностью вот этого двора. У нас теперь нет ни ям, ни ухаб и ничего. И самое главное еще, вот освещение. У нас было три столба осветительных. Нам поставили дополнительные два. В послании 2017 года особое внимание было уделено и развитию дорожного хозяйства. Найти цели из бюджетов всех уровней были выделены значительные средства. Обязательства по федеральной программе безопасные и качественные дороги Чувашия выполнила. Более одного миллиарда рублей потратили на то, чтобы отремонтировать асфальтовое покрытие на магистралях Чебоксарской агломерации. 95 километров нового полотна, почти 30 в Чебоксарах. Также установили новые светодиодные знаки и ограждения, расширили перекрестки и сделали новые заездные карманы. Ну в целом хорошо, потому что какие были, какие стали, во дворах просто плохие остались где-то. Но не везде успели. В принципе, хорошо поработали. То есть по пятибалльной шкале какую отсылку поставить? Пятерку. Очень хорошо, очень молодцы. Я заметно. А еще были ямочные ремонты, а сейчас уже прекрасные. Ну, будем говорить, прекрасные дороги. Еще одна задача, которую поставил Михаил Игнатьев в послании прошлого года – завершить переселение граждан из аварийного жилья. Именно кухню мы сделали, чтобы для себя уютно было. А так мы больше ремонт ничего не сделали. Балкон у нас истеклили, балкон так же было. Ольга Аркадьевна Приходько переехала с мужем в двухкомнатную квартиру в микрорайоне Соленоя в июле этого года. За пять месяцев уже успели обжиться. Как мы заехали сюда, и этот, ну, больше нет, больше никуда. Как будто мы здесь все время и жили. За четыре года новые квартиры получили почти 13 тысяч жителей республики. Решать проблемы аварийного жилья планируют и в будущем.